МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы думали, что падение метеоритов и астероидов необычайно редкое событие, вы ошибались. С 2001 года на Землю упало более 26 астероидов, любой из которых мог разрушить целый город. Но мы до сих пор пребываем в небеде не относительно того, где и когда упадет следующий космический объект. У нас есть видео, ставшее популярным в феврале 2013-го. В небе над Челябинском взорвался метеорит, вследствие чего пострадало более тысячи человек. Интересный факт. Этот метеорит весил более 10 тысяч тонн, больше, чем Эйфелева башня. Его диаметр был около 20 метров, а летел он со скоростью в 60 раз превышающей скорость звука. Мощность взрыва при столкновении с Землей составила 500 килотонн в тротиловом эквиваленте. Считается, что это крупнейший объект, который входил в атмосферу Земли с 1908 года. Звучит страшно, не так ли? Но еще страшнее, если бы ему на пути встретился ваш город. А предугадать этого никто не может. У нас просто недостаточно источников информации по космосу. Недавно на видеорегистратор был заснят взрыв в Мурманске. Сообщения о раненых не поступало. Но каждый год на Землю падает около 500 метеоритов. Многие из них небольшие. Но это не значит, что среди них нет того, который за считанные секунды сможет смести ваш город с лица Земли. Мощность взрывов, которые мы уже наблюдали, от 100 до 600 килотонн. На этих кадрах вы видите взрыв атомной бомбы, который разрушил Хиросиму в 1945 году. Его мощность составила около 15 килотонн. Частная организация, созданная для защиты Земли от ударов астероидов, занимается разработкой космического телескопа Sentinel. Он сможет отслеживать и измерять направление небесных тел за миллионы километров от Земли. Звучит обнадеживающе. Но телескоп будет готов только в 2018 году. И это только если все будет идти по плану. И, конечно, если на нас к тому времени не упадет гигантский метеорит. Марина Косарева, РТ.